Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 824. События дня. Ниемя 9.16. Но они, отцы наши, упрямствовали и шею свою держали упруго. А вот теперь мы за все это и несем ответственность. За 17 марта 2018 года. Притчи 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор. И прекратятся ссора и брань. Не о том, что обрати его. Это невозможно. Он кощунник. Это насмешники. И вот сегодня тут показывают, как зомбирует человека. Чтобы зазомбировать, это мозги у него полностью сбекренить. 45 минут надо. И все. Почему? Без молитвы. Без молитвы ни одной минуты нельзя. Это 45 минут. Вот я ролик здесь в конце покажу. Уже все. Опыт идет. Советую всем посмотреть. Татьяна Ульянова. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Сегодня столкнулась с вопиющим, на мой взгляд, случаем. Научите, как мне быть. В храм пришли люди крестить детей, две семьи. Родители – некрещенные. Восприемники – некрещенные. Никогда раньше в храм не ходили. Их допускают до крещения вместе с детьми. Спрашивают. Символ веры знаете? Нет. Библию читали? Нет. Имя Бога знаете? Нет. Таинство? Нет. Паститесь? Нет. На все простейшие вопросы ответы нет. Я в ужасе. Начинаю возмущаться, почему их допускают до крещения. На меня женщины в лавке обиделись и говорят, что батюшка благословил. Я не поверила. Сказала, что если этих людей допустят до крещения, я нажалусь епископу. Татьяна Ульянова. Потом мне стало стыдно, что я так себя повела. Но до сих пор не покидает сомнения, не позорят ли такие действия нашу церковь. Или это моя вина, и я должна помалкивать? Еще надо ответить, Татьяна. Все ты написала действительно так есть. И что сказала, ты правильно сделала. И надо было архиерею написать и прочее. То есть безумие. Другого слова нет. Безумие. Никакой тут церкви нет. Поп превышает свои полномочия. Очевидно, рукоположен до 30 лет. Он давно уже не священник. И он уже наворочил столько, что ни один убийца, убийца, повторяю, серийный убийца, как Чикатило, столько зла не сделал. Тот убивал только тело, этот убивает души, убивает веру, отталкивает людей от церкви Христовой. Он разбойник и Тать. Поэтому принимать надо соответствующие меры, молиться. Но я таких не знаю. У нас тут нет. Как будто бы маленько не так. Гордеев Михаил. Малыш Роман заслал меня бредовыми посланиями. И как это ты не видел, что за человека пригрел? Здорово вообще. Ой-ой-ой. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. 1 Коринфянам 2.11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Что удивляться-то? Я ему отвечаю. Виноват. Около Христа был пригред кто? Ну, то есть Господь-то знал это. Я беру это. Все меня оставили, Павел говорит, остался я один. А какие у меня там враги стали? Стали враги Креста Христова. Вот Роман приехал. Я не знал. Как не знал? Что-то знал. И это явилось на молитве. Первый день, как остались молиться, я сразу увидел. У него как второй голос там говорит, насмешливый. Я ему это сразу сказал. Сразу же сказал. Вот записали его там. Как он попросил или как? Нет. Сам просто так. Я записал. И да, он послушал. Еще он. Ну, он посмеялся над собой. Понятно. То есть видно было это беснование внутри. Он тут начал защищать, что земля не шара, а плоская. И так крепко всыпился в это дело. И сразу как подрубленный лег. Здоровый крепкий дядька. Не болеет еще. Два дня лежал, глазами хлопал и все. Как не видно. Видно было, но я кто такой, чтобы... Дальше он замолк. Ну, и был вместе. Александр Марьясов. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Приехал со службы. А тут на вас и на общину опять наслали разных паксвилей. Я их и не смотрю вообще. А вот товарищу этому написал ответ. Ну, это Олег Сват. Там Боров такой. Вепрь лесной. 150 килограмм весом. Знаете, Игнатий Тихонович, у меня ко всем этим людям только чувство сострадания. Посему как они все пытаются жить за других. Научить всех видеть и слышать, как они это делают. В общем, страшная получается картина. Вот говорят, а зачем они делают он? Где тот узнает фамилию, имя, с кем я переписываюсь. И на того человека лезут. Демоны вырвались на свободу. Это человека бесы. А до чего бесы людей смущают? Зачем это нужно? То, что погибли, чтобы ни один другого затащить туда. Я читал вот зараженная вещь. Там, ну, ясно, что он обреченный человек. И он говорит, я стараюсь как можно большее число людей укусить. Где-нибудь. Чтобы я ни один умирал, чтобы и другие страдали. И все. Ничего нельзя на это возразить. Не как демон. Как Лев Толстой говорит, черти хвостатые. Я написал ответ на одно письмо Олегу Свату. Может, Господь вразумит, что его учительство не на пользу ему самому. У него учительства никакого нет. Он отошел. Это от баптиста, от всех. Они такие любят теперь один. И вокруг него колготятся именно такие. Они думают, что это новое. Да таких-то, если в организацию сбившихся в ереси, около 21 тысячи, то таких-то 2 миллиона и больше найдется. Вот сколько заходят, и другом они расходятся. Ну, пожалуйста, иконы не хочешь у баптиста, пожалуйста. Но вы приезжаете из Америки, а они к баптистам не лезут. От них отошли адвентисты. Ну, ладно. Ну, остановитесь на этом. Нет, опять и опять дробится и лезет. В общем, сатана. Разделяй властвуй. Мир вам. Знаете, сват, когда меня не интересуют многие вещи, такие как футбол, философские рассуждения, люди, принадлежащие к кино вере, ну и далее в таком формате. Так вот, я вообще не приближаюсь к таким людям. И не от того, что я не уважаю их, или есть какая-то неприязнь. Нет, совершенно не из-за этого. Посему, как я вижу, что это здравые, самостоятельные, порой мыслящие люди, и они сами разберутся в своей жизни. И что меня не интересует вообще их образ жизни, и чем они заняты в жизни. Меня не интересует даже то, что верующие они или нет. И есть ли в них желание спастись, или они живут только этим миром. У меня нет никакого желания что-либо советовать им и навязывать себя в виде праведника и всезнайки о всем и о всех. Кто правильно верует, а кто неправильно. Кто еретик, а кто нет. И кто только спасется. Вот в этом есть проявление уважения, чтобы не лезть, не советовать, ничего не навязывать. Нужно всегда понимать то, что если человеку что-то нужно, он сам пойдет с разговором, а не навязываться ему со своей «праведностью». В кавычках. Нужно быть скромнее. Мне всегда людей с такой навязчивой манерой поведения хочется спросить, «Ты что, Бог?» Кавычках. Я одного не пойму. Что вы все лезете к Игнату Тихоновичу Лапкину? Он что, мешает вашему спасению, верив в Бога? Он должен вам деньги? Он мешает вам проповедовать? Конечно, все лицемерно отвечают, что они хотят обличить брата по любви, желая ему только спасения. Я из этих слов видеть совершенно другое, что все это неприглядная и лицемерная ложь. Вы просто все завидуете его свободе, не подстраиваться ни под кого, его умением мыслить, рассуждать, его знанием, его искренне вере в Господа нашего Иисуса Христа. Вокруг себя его силе воли никогда не скулить и умение любить всех, порой строго и по-разному, чтобы было понятно и доходчиво до человека, и его таланту быть православным. Вы все взрослые люди, и неужели вы все сами не можете понять одного, что все эти ваши нападки и фальшивые потуги «любви» в кавычках больше похожи на плевки через забор и не более. И заметьте, ни Игнать Тихонович, ни братья из его окружения не рыскают по страничкам ваших друзей и не льют на вас и других грязь, а отвечает Игнать Тихонович только тогда, когда уже начинает хамить до беспредельного, переходя на матерщину и личность. И заметьте, Он отвечает не броню, не матерщинную или оскорблениями, а стихами из Священного Писания. Я бы всем вам желающим учительствовать, а сами, конечно, вы ни один не живете так, как учите, заняться собой, своим личным спасением, и это будет куда гораздо полезнее для всех вас, учителей, в кавычках. И никогда не думайте, что вас окружают люди менее грамотные, чем все вы. Это им бесполезно, он нечем не заниматься. У него ноги отняты, он сидит там, ну и толстая чрева не рождает тонкие мысли. Кто он, Олег такой, никому не принадлежит, но люто ненавидит православие. Тут они одинаковые. Почему? Сатана. Ответа никакого нет. Это... Ничего не надо, он еще нажрался и теперь плюется через забор, как он выразился, Александр Марьясов. Добрый плотник, Добрый день, дорогой Игнатий Тихонович. Слава Христу за ваш подвиг души и неутомимость в распространении Евангелия погибшим. Хочу немного прояснить для себя, правильно ли я вас понимаю. Вы хотите сделать видеоролик, чтобы в нем был только текст в вашей проповеди без аудиоголоса. И чтобы в ролике можно было листать текст проповеди колесика мышки. Листать в видеоролике текст, как под видеокомментарий, наверное, нельзя. Я с такой функцией не встречался. А чтобы текст проповеди в видеоролике шел снизу вверх, можно. Можно сделать, чтобы текст шел очень медленно и его можно будет остановить только на самом ролике. Посмотрел и ваши проповеди в томах. Да, их очень много. Кладезь для проповедников Евангелия. Я так понимаю, что вы хотите оформить проповеди приблизительно, так как оформил ваш помощник по книге для Слова Божия нет уз. Интересно, что у нас есть совпадение из детской жизни. Так же босиком пас коров в детстве и грел ноги отмороженной от утренней рысы. Искал лепешку, от которой еще пар шел и ставил ноги в это теплое одеяло из переработанной травы. Рассказывают детям, не верят, что их папа так делал. Да, времена. Помню, уже взрослые были, взрослее был и после коров до октября и заморозки были с утра. Так найдешь свою корову, которая уже лежит жвачку пережевывает, ляжешь рядом вплотную, руки засунешь куда-нибудь вглубь коровь и в складах, так и согреешься. Даже сны можно было видеть, задремав у доброй коровы. Инать Тихоныч, вы сегодня говорили, что нужно молиться, чтобы Господь дал хорошего управленца стране на выборах, духовно богатого. Таких нет из предложенных. Вы кандидатов видели. Это же клоуны, марионетки. Сегодня как раз выборы президента Российской Федерации. Сегодня 18 марта 2018 года, воскресенье. Пусть уже Путин останется. Тут кто-то пишет мне, я не стал называть. Игнать Тихонович, я вас наконец-то понял, мое призвание проповедовать. Просто я раньше слишком зеленый был, был болен духовно и физиологически. Как только вернусь из Италии, сделаю свои дела и начну проповедовать и собирать людей в общину. Естественно, перед этим оповестив священника. Это Рустам пишет, романом его звать. А там срок мне корячится или на Голгофу, как Господь даст. Единственное, сидеть неохота. Я еще со времен университета больше уделял время Библии, нежели медицине. Без христианства жить не могу. Я должен этим жить. Только единственное, нужно будет найти священника, который будет крестить по канонам церкви. На молитве у Бога попрошу «Слава Иисусу Христу!» Фроликов Роман Мир вам и братьям Владимиру Пащенко. Мне подумал, что сейчас хорошо было бы тренироваться с короговорками. Видишь, а ты нас спритыкаешься на словах-то, и он тебе пишет. Учись все. А то мы порой говорим, как пьяные. Особенно, когда читаем с листа, язык заплетается. Или, может быть, вначале прочитывать про себя не вслух весь текст. Или абзац, или предложение. И только потом проговарить то, что читаем. Так диктует на диктанте в школе. Евгений Касперский. Игнать Тихонович, здравствуйте. Как вы думаете, как быть с тем, что один из отцов церкви, Августин Блаженный, противоречит всем остальным отцам церкви в таком важном вопросе, как свобода воли в деле спасения человека? Ну, как хотите, так и делайте. Никто к этому не принуждает. Вот какой ролик выставили. У меня никогда этот вопрос не возникает. Бажен Августин говорит, я его не принял, и все. Наталья Усатая, у всех народов есть такая реакция. Турки всегда имели зависть к народам, говорящим по-арабски. Зато турки выдают своих девушек за араба. Это все специально делается. Делается. Чтобы была гражданская война, и все народы воевали друг против друга. Народы, говорящие на арабском языке, более сдержанные и терпеливые. С православными их даже не надо сравнивать. Это люди другого уровня жизни и менталитета. Наталья Усатая. О, Отец Игнатий, мир вам! Беседовал с мужем двое суток, горькими слезами просил его, что купил билет и отпустил. Слава Христу! Добилась, отпускает. Потеряю, хочет приехать, а муж сириец. Я так плакала и молилась, что от слез не могла уснуть всю ночь. Благодарю за молитвы. Отец Игнатий, вы как-то на занятиях по скайпу сказали, что Геннадий Фас написал книгу «Толкование на притче Соломона». А где можно достать у вас? У вас есть? Очень хотелось бы почитать. Напишите ответ. Хорошо. Игнатий Лапкин. Наташа, постарайся поискать его адрес и связаться с ним. Книга не на притче, а на песню песней. Есть и другие книги. Валентина Сартисон. Мир вам. Ну вот и до меня добрался Олег Сват. Проявил интерес к моей скромной и ничем не приметной персоне, написав «доброжелательное» в кавычках письмо в личку в моем мире. Никак нет ему покоя, пока не траванет кто-нибудь. Кого-нибудь. То есть он полностью осатанел. Осатанела это куча жира. Напрасно тужится. Мы уже давно все это проходили. Наталья Усатая. Что за проповедь? Водят людей за нос. Так и с ума можно сойти. Вся Европа давным-давно пронумерована и личные данные. Еще храм Антихристу не построен. От такой монашеской проповеди шизофреником можно стать. Впереди проповедь показывают они там. Буквально переводят откровения и не берет в счет толкования Фриума Сирина. Евгений Трабко. Роман Фроликов вы вкладываете свое фото и послание в противовес моему молчаливому в кавычках видео среди людей. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Шалом, Евгений. Не подозревай брат своего брата. Такую недружелюбную мысль может Лукау подсунул. Божие творение прекрасно. Только на моем телефоне на базе Microsoft Windows видеоролик не открывается. Но шум ветра и крик чая слышен. Почему видео не показывают не пойму. Роман Фроликов. Мир вам брат. У меня тоже не открывается. Большой размер видео требует много свободной памяти в телефоне смартфоне. В России на такое говорят еврейский видеоролик. То есть хитрый видеоролик. Вроде выложил, а посмотреть нельзя. Вроде бы я христианин, а не благовестую. И вроде бы я призываю славить его через видео природы, а не благовестую. И вроде бы я не против благовестия, но опять не благовестую. Истинная абсолютная радость может быть у человека только, когда он благовестует другим и значит себе самому. А природа приносит некую радость, конечно, как и еда, во вкушение которой у нас сейчас пост. И еще сказано, не хлебом, не природой, единый будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 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 Поэтому блаженнее говорить людям Божие Слово. Вникай в себя и в учение. Поэтому мне, например, больше нравится однообразие снегов с Северного полюса. Они не отвлекают от процесса вникания в себя и в учение. И там тоже живут люди оленеводы. Валентина с Артисон. Мир вам. А у меня все открывается. Прекрасное видео. А более того, ваша Евгений Улыбка в конце видео. Даже не верится, что где-то может быть тепло тогда, когда у нас морозно и выпал снег. Морозно, морозно. Морозно, морозно. Но во всем Божья благодать. И у природы нет плохой погоды, как поется в одной известной песне. Всегда, везде и во всем благодарение Господу. Но красота внешнего мира людей, любящих Господа, не отвлекает, а вдохновляет и радует, заставляет прославлять и славить Его. Аллилуйя. Игнатий Лапкин. Можете все ролики тома мне переслать, а я их тут перекачаю на рабочий стол и потом закачаю на наш видеоканал. Только на каждом ролике делайте сопроводительное название. Номер тома, страница и название. Седьмой том, открытый оком, Игнатий Лапкин, страница и название. С Виталием переговорите. Если пожелаете, то я скину вам следующий том весь. То есть хотелось сделать это и уже сделали. Лучший вариант показалось мне чистые такие буквы Виталий. Вот уже два ролика поставил. А их там будет 1302. В каждом томе с 7 тома до 33 сколько проповедей. Вот проповеди будут выставлены. Рустам был на одном приходе сегодня в Италии. Священник РПЦ из Венеции приезжал. Я ему про каноны, про отцов церкви, а он пренебрежительно так. Да это все уже устарело. Это было в прошлые века. Тогда так надо было. Тогда так надо было. Кроме того, все эти учения прошли множество искажений. Это врет уже, врет. Совершенно неверующий поп-то. Да и вообще зачем быть фарисеем по букве? Главное вера. Вера, вера, это значит все соборы долой. Ничего не надо, не поступь, Главное это вера, а у него вера такая. Бог есть любовь. Во. Поп поносный, духоносный, попенок, посмел многовековые труды церкви опровергнуть своими вымыслами. Пошел против целой по тристике. Раньше хоть маленькая бороденка была, а сейчас и то и нет, как ветром сдуло. Жена его, когда я прошлый раз был в прошлом году, видел, что она вообще в шляпе стояла. Поп подкаблучник, жена командует парадом, симония страшная. За масло помазание деньги собирают в евро. Одна захожанка положила десять евро и молвит, извините меня, что так мало, еще не заработала. На что, священники, ну ладно, что ж бить не будем. Больше ни о чем, это проповедь вот такая. спрашивает, что же случилось с Романом Малышом? Ведь так хорошо было все. Игнатий Лапкин все до тонкости не знает, как будто никто и даже он сам. Что постучилось, как? Явная одержимость Бесовская. Это было открыто, когда мы молились вместе с ним первый раз и ему дали прочитать псалтырь и утренние молитвы. Как будто второй голос внутри его смеялся над тем, что он читал. Я ему это сразу же и сказал. открыто было. Это самое главное, внутреннее. Потом была запись его чтения и он сам удивлялся и чуть ли не смеялся над своим чтением. Тут же стали разбирать, давно ли это с ним случилось. Он поведал, что когда-то что когда что-то там было так, подожди-ка. Ну, да, ну, дальше с одной лопал. Глазами можно. Да. А вот когда из него уже лавиной пошли ереси и дикости, а я удерживать начал его на наших скайп-занятиях по изучению Святой Библии, то это то это его так раздорило, что он уже к утру выставил ролик, где меня обозвал еретиком и что-то еще похлеще. А еще до этого он объявил всю патриархию московскую, еретической и прочее. Потом пошли его ролики, где он уже анафеми предавать начал меня и прочее. То явно, что грань была передена, откуда нет возврата. Мне сразу напомнило, как летит команда одна, футбол, кажется, или играли они, или хоккей, где-то там в Аргентине или Колумбии. И дорогой потерпел аварию самолет разбился, летчики погибли, они одни там были в горах. Это документально. И потом им пришлось, они уже понимают, что кто умер, а больше часто разбились и стали резать у них мясо на морозе и есть. Он говорит, мы вот с этого момента кто начал есть, уже никогда не будем такими, какими были раньше. Эта грань переедена. Он-то вынужден был, то у него эта грань переедена. Он теперь начал нападать на все, то есть пожирать людей. Пожирать. Человечину жрет. Все. Владимир Лебедев, здравствуйте, Игнать Тихонович. На ваш вопрос я не смогу ответить, так как не являюсь профессиональным знатоком видеомонтаже. так как вы просите, наверное, есть такая технология, но в более профессиональных видеоредакторах. Я о таких к сожалению ничего не знаю, поэтому примите от меня извинения, что не смогу вам помочь, хотя с радостью оказал бы вам любую услугу, так как вы оказываете их другим людям вашим Словом Божиим. Показывайте их, почему-то там все время как-то скрадываются слова, оказывайте их другим людям. Четко выговорили Бог, Бог, Г, выразили, чтобы видно было имя Бога речь идет. Но их вот Сергей. Он частями показывает страницу с перемещением в промежутке. Это Виталий. Я показывал страницу или книжный разворот целиком со сменой на другую. Позже я несколько увеличивал шрифт на странице для лучшей читаемости. Считаемости. Я так произнес. Да, не так. Окончаний нету. Он делает примерно то же самое. Вы только поясните ему целиком страницу или по частям как сейчас показывать. Начальный фрагмент от другого ролика конечно же можно вставлять. Да и Виталий это знает наверное. Я когда готовил ролики так и поступал. Делал начальную вставку. А далее менял только текстовую часть. переведенную в видео. Но и музыку разнообразил. А вот лентой текст в Ютубе не сделать. Видео по сути свои двигающиеся изображения с постоянной скоростью. Можно только остановить и запустить. И еще другую скорость воспроизведения выбрать. Нечто похожее на магнитофон Маяк 205. плавно двигать с любой скоростью и в любом направлении только на видеомонтажных программах или комплексах есть возможность. На Ютубе такого нет. Да и в любом проигрывателе тоже не предусмотрено стандартом. Это я спрашивал как сделать которое у меня проповеди 1302 в книгах и чтобы по одной выставить. Потому что во всем когда выставляют она как-то не считается. Валентина Сортисон Роман дай Бог чтобы вы чтобы ваш благовестнический дух не угасал в вас через осуждение других. Да поможет вам Господь. Евгений Трабко имеет. Назовите свой срок начала деятельности. Он спрашивает какое это значение имеет? А он говорит имеет к Роману Фроликову. Роман Фроликов не имеет значения потому что в православии часто ложно осуждают неофитов за то что они стремятся благовествовать. Неофиты те кто недавно крестился или недавно был оглашен. Это ложное осуждение неофитов. Это желание через осуждение неофитов оправдать свое бездействие на ниве благовестия. Как фарисей оправдывал себя через осуждение мытаря. Виталий что это за видео поясните пожалуйста. Виталий Калиников посмотри и поймешь о блудодеянной ереси. То есть обрадобрить речь идет. Роман Фроликов о чем видела как не впасть в ересь эту или о том что это ересь якобы не так страшна как о ней говорят. пост меня учит не кушать все что предлагает но проверять все перед просмотром а не надеяться что Бог простит что скушал мясо. Евгений Трапко Роман Фроликов год от силы вы занимаетесь раздачей Красного Евангелия. Опыт благовестия я еще имел в протестантизме особенно в армии где-то с 2007 по 2009 год я также стремился подарить Библию человеку и склонял его к покаянию. Люди повторяли за мной молитву покаяния что они принимают Христа в свое сердце и раскаиваются в своих грехах. Но далее я не имел свидетельств чтобы кто-нибудь из них по-настоящему обратился ко Христу и Евангелию. Библии раздавал и вот бы я тогда на то время горячей благовестием в армейских стенах на то время познакомился с вами Роман Фроликов еще не раздающим Красной Евангелия и возможно еще не знающим Игнатия Тихоновича и начал бы на вас свысока смотреть что вы такой негодный православный к благовестию на то время не раздающий Красных Евангелий мотивируй мотивируй к благовестию но никого не осуждай мотивируй ты прочитал правильно потом заново вернулся еще раз прочитал зачем неправильно дальше благовестию тут слова все понятны кто кто не дозрел до такого благовестия как у тебя написал о себе что еще там в протестантизме имел опыт благовестия и раздачи Библии 66 нит я только вошел в православие 28 октября дай мне осмотреться ознакомиться со святыми отцами их трудами и творениями с маленькой буквы отцами надо писать отец большой буквы только бог понять глубину православной литургии с божьей помощью и благовествовать будем и проповедовать Библию в толковании и предании святых отцов церкви православной то есть видишь у них разговор какой роликов фроликов этот роман фроликов вы то осматривайтесь да только нас вы тоже не осуждайте что мы вас и всех призываем идти на благовестие то есть расти в любви к Богу хвала ему и к ближним некто иудеи именем Аполлос родом из Александрии муж красноречивый и сведущий в писаниях пришел в Эфес он был наставлен начатках пути Господня и горя духом говорил и учил о Господе правильно зная только крещение Янова он начал смело говорить в синагоге услышав его Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень а когда он вознамерился идти в Ахайю то братья послали к тамошним ученикам располагая их принять его и он прибыв туда много содействовал уверовавшим благодатью ибо он сильно опровергал иудеев всенародно доказывая писаниями что Иисус есть Христос Деяния 18 глава 24 по 30 стих Евгений Трапко также участвовал в протестантской организации в Израиле Евреи для Христа одевал футболку с надписью Евреи для Христа и шел с группой людей благовествовать такой опыт благовестия тоже был возле торгового центра в городе мне знакомо благовестие еще с тех протестантских времен моей жизни Роман Фроликов иди и благовествуй прекрати тут эти разговоры переходящего суждения смотри не возгордись перед другими от своего опыта благовестия Роман Фроликов И долго вы еще собираетесь осматриваться что и кого уже высмотрели о благовествовать мы не хотим не осмотрелись еще а раздавать мне советы уже осмотрелись достаточно вот и на улице и в гостях и в больнице тоже раздавайте советы ваши и благовествуйте Евгений Трапко фото мне вышлите ту же что и высылали высылали а высылали да только мужчину приведите в должный порядок пусть бороду отрастит и сфоткайтесь займитесь чтением святых отцов или уже все знаете времени много есть на все эти разговоры у вас времени много есть на все эти разговоры и интонацию улови как они говорят а у тебя как вот механизм какой без эмоций идите лучше и общину создайте не тратьте время возле скайпа мы все тут знаем о благовестии не надо тыкать пальцем постоянно как будто перед тобой человек вот войди в эту роль дальше Роман Фроликов о природе мы тоже знаем о природе тоже знаем если кто-то выставляет картинки израильские он ему в ответ Евгений Трапко я не вам ролики высылаю а другим вот так у вас уже все полыхает огнем апокалипсиса вся природа сгорела Роман Фроликов я тоже пишу не только для вас Евгений Трапко можете не смотреть видео если они вам не нужны идите попробуйте благовестовать в других народах в другой культуре попробуйте благовестовать в мусульманских странах евреев в Израиле попробуйте обратить ко Христу а не просто раздать Красное Евангелие чтобы обратить ко Христу нужны тысячи талантов особенно в других народах когда мы и языка можем не знать и культуры людей и их местные религии не знаем у вас получается благовестовать в России слава Христу фроликов просто раздавать Красное Евангелие это и есть благовестовать это то единственное что с нас просится им тысячи талантов надо чтобы самому соответствовать тому что написано в Евангелии те кому вы раздадите Евангелие помогут вам соответствовать ему они будут спрашивать с вас этого соответствия ему поэтому без раздачи Евангелия без благовестия невозможно осмотреться в православии по Евангелию а ведь такими людьми которые не любят Евангелие нерадивыми в любви к Богу и к ближним людьми вы восхищались монахами отшельниками то есть вы насмотрелись неевангельского пути в православие это он говорит ему что Евгений ты пришел в православие от протестантов и восхищались монахами отшельниками то есть вы насмотрелись неевангельского пути в православие Сергей Игнатов спаси Христос друзья Евгений и Роман пока прекратите между собочек Тема благовестия поднята. Послушаем или почитаем теперь комментарии на эту тему других братьев и сестер во Христе. Роман Фроликов. Я пишу не только для Евгения, но и для всех, кто еще не осмотрелся в православии и уже успел насмотреться и восхититься неевангельским путем, монашеским тупиковым путем деградации в любви к Богу и к людям. Вот это да. Евгений Трапко. И было ко мне Слово Божие в размышлениях моих. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4.16. Мы должны родить прежде всего о своей душе, о спасении своей души. Спасая свою душу, искореняя из нее греховные страсти, мы начнем притягивать к нашему свету других людей. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Люди начнут притягиваться к нашей евангельской жизни во Христе. 2 Коринфянам 5 глава. Только бы нам и одетым не оказаться ногами. Наталья Усатая. Братья, прекратите. Как и с пулемета стреляйте. Валентина Сортисон. А если нет Красного Евангелия и взять негде, то ей благовестий не будет? А я хочу рассказать случай такой. 10 лет назад, а может и больше, мы с дочерью по воскресным дням рано утром, одетые по форме, ходили на железнодорожный вокзал, на поезд, чтобы ездить в соседний город на богослужение. И нам на встречу попадалась всегда молодая женщина. Она в то время по утрам делала пробежку. И вот год назад мы увидели ее в нашем храме. Позже она рассказала, то что она всякий раз встречала нас, идущих на богослужение. Заставила ее глубоко задуматься о себе, а правильно ли она делает, занимаясь спортом и отдавая ему все силы и время, вместо того, чтобы, как эти женщины, посвятить себя Богу по воскресным дням. Это и послужило ей толчком к тому, что теперь она рядом с нами в храме. Она купила у меня трехтомник, который был в свое время привезен мною из Барнаула. И тоже красный охотно читает его и пользуется им. И такое вот благовестие бывает. Все в руках Божьих и руководимо им. Слава Иисусу Христу! И главный трехтомник, кто наш взял, она вывезла, тоже красный. Интересный разговор у них. Наталья Усатая. Слава Христу! Евгений Трабко. Валентина Сартисон. Хорошее свидетельство. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Смотришь, как к месту слова. А Роман проще берет, там и Марина его помогала. Они абсолютно не к месту берут, они не понимают. Первая Петра, третья глава, видимо. Ваше житие притянуло душу ко Христу. Златуус тоже об этом говорит, чтобы делами доказывали свои слова. А если нет Красного Евангелия и взять негде, то и благовестий не будет? Вопрос к Роману Фроликову. Простая раздача Красного Евангелия – это слова Евгения Трабко. Можно раздать любое другое издание Евангелия. Но благовестие – это рассказ о радости спасения меня от моих вечных мучений за мои личные грехи, единственное через крестные мучения и смерть Иисуса Христа. Этот рассказ может быть как устным, так и письменным через книгу. Валентина Сартисон. Евгений, хотела у вас узнать, кто такой Олег Сват. Он не православный? Он сегодня вышел на меня, в кавычках, с доброжелательным письмом. Выслал мне письмо Дулевича из Кемеровской епархии против Игнатия Тихоновича. Да только это письмо я уже давным-давно проходила. В свое время по мне проехались и Дудин, и Шляхов, и некто Петров. То есть всякие, все, они одинаковые все. Все запугивали. А этот заботится о том, чтобы я была в истинном православии. Странно думаю, чего этот сектант-теретик так радеет о православии. Ну, оборотень право. Я его попросил оставить меня в покое, но он не унимается. Лезет вновь и вновь. Отправил его в ЧС. А куда ЧС? Черный список. Так, мне уже идти надо, Игнатий Ильич. Досчитаешь маленько, ну давай. Роман Фроликов. Валентина, почему вы спрашиваете у Евгения про Олега Свата? Наталья Усатая. Это целый кабан, а не Олег. Валентина Сартисон. Роман. Потому что я знаю, что Евгений какое-то время общался с ним и должен о нем знать. Роман Фроликов. Я и Игнатов Сергей и многие другие из этой конференции общались с ним. Игнатий Тихонович в последних событиях дня говорит о нем, как о эритике. Николай Александрович Астахов. 17 марта 2018. Игнатий Тихонович Астахов. До тех пор, пока его не удалили. И тоже назвала его в переписке с сектантом Вертиком. А потом подумала, а не ошиблась ли, коли он так ревнует о православии. Иначе мне идти надо. Да, иди с Богом. Роман Фроликов. Отсутствие любви к Богу, благодарение Ему и к ближним. Ксения Юрова. Роман, скажите, пожалуйста, а может ли человек, родившийся свыше, забыть о радости спасения в Иисусе Христе? Еще вопрос. Проводите ли вы изучение Писания в формате личного общения или на интернет-просторах? Виталий Калиников. Какие вы счастливые, братья! У вас столько времени есть на переписку-перепалку. Слава Иисусу Христу! Валентина Сартисон. 1 Коринфян 9.27 Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Роман Фроликов. Я переписываюсь не только ради Евгения, но и ради других людей, которые не хотят на благовестие, не ходят, находя ложные оправдания своему неисполнению заповедей о всеобщем благовестии. Вот именно, Валентина. Надо благовествовать, чтобы себя самого укорять в неисполнении того, что благовествуешь и проповедуешь, чтобы, наконец, самому стало так стыдно, чтобы прекратить делать злые дела и начать делать добрые дела во свете Библии. Мы благовестники, счастливые, мы общаемся с нашим любимым, как Игнатий Тихонович, мы жертвуем временно людей ради него и Евангелия. Ибо таковы жертвы общения благоугодны Богу, апостол. Наталья Усатая. Роман. Германия – это не Россия, и законы тут другие, хотя есть тут ходят юридики, но католики нас, православных, не очень любят. И немцы не пылают большой любовью к русским-то и не подпускают к разговору. Роман Фроликов. В России безбожники и неверующие по Евангелию, православные в кавычках, тоже могут осудить за благовестие, как апостолам запрещали свои же священники и начальники. Поэтому можно просто предложить книгу в подарок без разговора. И после получения подарка разговор может возникнуть сам собой. Валентина Сарстисон. Я не встречала в Германии неприязни католиков к православным, когда приезжал сюда патриарх Алексей, ныне покойный-то. На встрече присутствовали католические кардиналы. Я сама там была и видела. И к русским немцам относятся хорошо. Мне приходилось лежать в больнице с немками, и они со мной всегда охотно беседовали и помогали после операции. У меня к немцам нет никаких претензий. Я работала в доме престарелых, и пациенты всегда обращались ко мне с разными вопросами для общения. Многие помогали с языком, за что я им благодарна. Наталья Усатая. А если это люди, не знающие русский язык и Библию, словом Бога не считают, и книгу не подаришь. Роман в роликах. Наталья Усатая. Усатая говорит, что она словом Бога не считает, и книгу не подаришь. Зачем вы говорите ложь? Благовесть – это проповедь в первую очередь среди незнающих Евангелия. Наталья Усатая. То в нашем городе, а у нас тут, наоборот, русская церковь всегда конфликтовала с католическими церквами. Оттого и более храм не сдают. И закрыли, как музей теперь. Роман в роликах. Я тоже так думал, как и вы, что якобы меня не будут-то, не захотят слушать. Наталья Усатая. От католиков к нам много семей пришло. Я говорю о практике, и то, что сама встречала. Современные католики вообще не воспринимают такое благовестие. И от своих коттеджев и других удовольствий не собираются отказываться. Я беседовал с католиками, есть разные. Если у них в храм ходишь и с ними беседуешь, то они очень хорошие и доброжелательные. Но они воспринимают то, что я им говорю. Роман. А оказалось, Господь, слава Ему, вразумляет меня подобрать ключик к людям. Я начинаю разговор с незнакомцем вопросом. Во-первых, о любви к чтению. Во-вторых, Евангелие. Любите ли вы считать Евангелие? Здесь звучат слова о виде любви возвышенной. Даже по занятиям, по понятиям безбожников о любви к чтению. То есть, вы выглядите в глазах человека выше, чем до вашего вопроса к нему. Наталья Усатова. И спорить с ними не хочу. Да и зачем-то? Смысла нет. Роман. Если человек не благовествует, то ему трудно избавиться от страстей. И вот еще труднее перейти к исполнению Евангелия. То есть, чтобы избавиться от страстей, надо благовествовать. Валентина Сортиссон. У этих людей есть Библия на немецком языке. В больнице у них в палатах внутри на дверцах кабинок есть специальная ячейка, куда вставлена книга Нового Завета. Бери и считай. Такого в России не встретишь. У нас пока не было своего храма. Мы богослужения проводили в католическом храме долгое время. Не надо лгать на католиков-то. Было бы желание, а договориться с ними всегда можно. А русский язык немцы знать не обязаны. Это мы к ним приехали и обязаны знать немецкий язык и на нем благовествовать. Наталья Усатова. Какая ложь, о чем вы говорите? Я лежала в трех больших городских больницах-то. И только в одной была Библия. Это я не говорю только о немцах-то. А тут не только немцы в моем городе. Это 58 тысяч людей-то. И разных национальностей. И что, все говорят по-немецки? Если литеране, сектанты, больше всех свидетелей сторожевой башни проповедуют. К нам из католических храмов со своими собачками с возмущенным голосом приходили посмотреть, что за церковь. Им вежливо отвечает русско-православная-то. А они, нет, нет, мы католики, нам не сюда. Валентина Сартисон. Ко мне приходил парень, коренной немец из свидетелей сторожевой башни, который специально выучил русский язык, чтобы беседовать с русскими в Германии. Завидная ревность в упрек нам. Наталья Усатая. Да, это точно. А они учат язык, а потом к себе тянут. Моя соседка была из семьи католиков, а потом родители скончались и ушла к свидетелям сторожевой башни. Беседовала с ней. Она считает, что еретики это тоже церковь. Ксения Юрова. Роман, вы так много сказали правильных и нужных слов о благовестии, с которым сложно поспорить, хотя порой кажется, что вы выдергиваете слова писания из контекста-то и адаптируете к заданной теме. Мне благовестие тоже очень интересно, поэтому и задаю вам вопросы. Наверное, это ваш стиль общения такой, когда говорят о глобальном и не вдаются в частности. Но я снова позвольте себе поинтересоваться практической стороной вашего опыта. Вы раздаете Евангелие, беседуете. А что дальше? Есть ли среди тех людей, которые вы благовествовали, те, кто поддерживает вас? Вот. Поддерживает с вами общение, с кем вы изучаете писание, кто стал вашим другом или братом. Ведь Игнатий Тихонович и братья из общины не ограничиваются только вручением подарка и малой проповедью. Они приглашают в клуб или иное место, это в Ютуб приглашает, собрание на проповедь, вручают визитки, приглашают на скайп занятия и так далее и тому подобное. Игнатий Тихонович и все зрячие видят плоды благовестия, собраны две общины. Строится потеряевка, обращаются люди, в том числе еретики. К нему едут, звонят, пишут многие-многие. А какие плоды вашего, Роман, благовестия, кроме того, что вы радуетесь в Господе, что уж, конечно, тоже очень важно. Вот она говорит, я сейчас маленечко закрою и найду тут одно такое еще есть место, которое о нашей работе говорят. Вот сейчас я открываю и посмотреть надо. Тут есть слово Покров, сейчас я его найду. Пояс. Вот так. Платок, Платок, Покров. И журнал. Вот, Московская патриархата, вот как написано. Студенческий журнал Покров, Барнаульская духовная семинария, номер 9, 216, страница 34. В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Мамутовский район и в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномущеника Анфимы Никомедийского. На 2013 год официально в село Потеряевка проживало 33 человека. С 1996 года в село Потеряевка действует детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь священномущеника Климента Анкирского. Построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построено 16 жилых домов, 12 бань, все здания электрифицированы, для нужд общины облагорожены 12 колодцев и 3 пруда. В составе РПЦЗ Протерей Аким Лапкин являлся участником 4-го Всезарубежного собора РПЦЗ, проходившем в городе Сан-Франциско, 7-14 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к уврачеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнольской епархии. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года, истекло. Приходы в городе Барнауле, селе Потеряевка, фактически поминают за богослужением Святейшего Патриарха Кирилла и предстоятель РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Упоминает тогда патриарха, когда служат здесь епископы или священники. Крестовозвиженский приход в городе Барнауле и община с Потеряевкой являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остерегают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки в общинах. Строго придерживаются деревно-русски нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетны. Старость этих общин является родной брат Патриарея Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин, известный православный миссионер. Объехавшись с проповедями о православии более 500 городов России и ближнем дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории церкви Черновицкого православного богословского института, наставитель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Вот видишь как конкретно показать. А какие плоды вашего, Роман Благовестия, кроме того, что вы радуетесь о Господе, что, конечно, тоже очень важно. Валентина Сартисон. И радость Господи не переходит в тщеславие? Не переходит ли? Наталья Усата. Упаси Господь от такого греха. Алексей Цыденов. Добрый вечер, братья и сестры. Игнатий Тихонович, вы еще не спите? Я бы хотел с вами поговорить. Арман Фроликов. Без благовестия порой трудно определить, осталось ли во мне тщеславие и другие страсти, потому что без благовестия в обычной жизни мы стыдимся его, вроде всем прелюбодейным и грешным. Поэтому мы по заслугам наказываемся им через злые по отношению к нам поступки людей. А когда благовествуем, тогда если наказываемся от людей, то терпим ли с благодарностью и с ожиданием будущих благ? Если не терпим и отвечаем людям злом на зло, то, значит, мы еще тщеславимся. Святой Иоанн Ресич сказал, Бог, видя нашу любовь к погибающим в том же грехе, что и мы, когда мы останавливаем такого грешника словами «смотри, в каком мы ужасном состоянии из-за этого греха не греши, ты так помилует нас и избавит от страсти». Наталья Усатова показывает роман Фроликов, Валентина Сортисон. «И радость Господи не переходит в тщеславие». Кто не радуется о Господе Спасителе, слава ему, тот уже тщеславится, ибо все равно радуется, но уже о чем-то не вечном, временном, а потому скоро унывает или печалится опять, так как временный предмет радости исчезает по закону Божьему, смертью умрешь. Алексей Сиденов-то. «Так, можешь с Игнатьем побеседовать?» «Ксения Юрова». «Алексей, сейчас в Барнауре половина второго ночи. Игнатий Тихонович, скорее всего, еще спит. Вам нужно писать еще лично в скайп, спросить, когда сможет с вами пообщаться». Алексей Сиденов. «Согласен с вами, Ксюша. Опоздал». «Ну, я ему скинул, я не спал в это время, и скинул, когда, в какое время». Роман Проликов. «Слава Богу за все. Я разговариваю о моем любимом. А у кого нет любимого, тому не о ком разговаривать. Несчастные люди, они не знают или не верят, что мой любимый Иисус Христос страдал, умер на кресте за мои и их грехи. Он искупил своими сроднениями на кресте моей и их грехи так, что они могут иметь жизнь вечную с избытком, если поверят в Него, как в их личного искупителя, их грехов, и станут исполнять то, что написано в Его Слове, в Евангелии. А они идут к свету, потому что свет просвещает их, что дела их злых из Евангелия. Бывают люди, которые не могут перенести присутствие рядом с собой личности Иисуса Христа, как безгрешного человека. Им противно осознавать, что есть кто-то, кто никакого никогда не грешит. Ведь Иисуса Христа мучили, убивали неплохие люди с точки зрения этого мира. Не мир пришел я принести, но меч. Теперь невестка разделится со свекровью, брат разделится с братом. Иисус Христос слабо Ему говорит, что в Царствие Божие войдут только те, кто исполняет волю Отца, благодарение Ему. А Его воля – это верить в постного им спасителя Христа, хвала Ему, искупителя наших вечных наказаний за наши грехи. Так что неверующие в Него хорошие люди, в кавычках, не смогут вечно существовать с Ним, если даже несколько лет этой временной жизни не смогли с Ним просуществовать. Слава Богу за все, я разговариваю о моем любимом, а у кого нет любимого, тому не о ком разговаривать. Несчастные люди. Они не знают или не верят, что мой любимый Иисус Христос страдал и умер на кресте за мои и их грехи. Он искупил своими страданиями на кресте мои и их грехи, так, что они могут иметь жизнь вечную с избытком, если поверят в Него, как в их личного искупителя их грехов, и станут исполнять то, что написано в Его Слове в Евангелии. Они не идут к свету, потому что свет просвещает их, что дела их злы, Евангелие. Бывают люди, которые не могут перенести присутствие рядом с собой личности Иисуса Христа, как безгрешного человека. Им противно осознавать, что есть кто-то, кто никогда не грешит. Ведь Иисуса Христа мучили и убивали неплохие люди с точки зрения этого мира. Не мир пришел принести меч. Вот так. Ну, дальше он вот, считайте, что написано. Сегодня у нас в Днепре, Анастасия говорит, прошло освящение армянского храма. Наталья Усата, прочитайте маленький, есть лицо? Я говорю, спрашиваю, как не знающие, можно ли так сделать видеоролик с названием, с началом, даже пусть там, или очень кратко, и другого ролика на секунду, и далее, чтобы шел текст проповеди. То есть сделать так именно на Ютубе, на нашем видеоканале. Поставить мои проповеди, но чтобы считать, можно было бы как бы одной лентой, текст, который передвигаешь сам ползунком. Точно так же, как комментарии под роликами, или как в Скайпе, но это текст внутри каждого видеоролика. Но сделать именно в виде отдельного ролика, с содержанием проповеди в Ворде. Не в аудиопроповеди, а именно в Ворде. Нужна помощь быстрая. Жду вашей помощи. Если подскажете, и получится, то, чтобы я сам мог и делать сие. Ну, дальше, сколько, в каком томе, страницы, количество проповедей. Я проматываю, посмотрите. 1302 проповеди. И дальше, обыкновенная зомби, по-русски, зарядите, как работает ложь. Полный выпуск. Вот где есть. Ну, вот, все пока на сегодня. Так же. Так же. Доста. 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 Продолжение следует...